Так, ребят, знакомьтесь, это Лёха. Лёхин голос вы услышите ровно после моего голоса, как начнёте с нами общаться по ванту-ремонту. Это секретная производственная база, где хранятся все строительные материалы по ванту-ремонту. Можно попробовать напилить пенёк. И сейчас мы это попробуем. И ребята, которые здесь работают, может быть, немножко жалятся, да, и помогут вам. Я думаю, Серёга с Лёхой не откажут в помощи, потому что им сегодня день выше зарплаты, и пока мы не освободимся, мы отсюда не уедем. Прямо попросить не можем, но покорячимся, покривляемся, и, надеюсь, ребят нормально сделают, да? Так нам вообще 40 надо, но 45, я думаю, с запасом, чтобы и здесь ровно получилось, и здесь. И самое интересное, что надо, чтобы это всё квадрат было. Как думаешь, ногу отпилю, нет? Это наше первое столярное производство, поэтому нас извиняю. Здесь 45, там 42, да, как-то оно? Рубаночка, рубаночка выровняла. Результат мы в любом случае достигнем. Да вообще, зачем в эту авантюру вписался, скажи мне? Я посмотрел твое предыдущее видео, где-то мучитель искал поленья, и мне сейчас стало жалко, решил тебе помочь. Например, заразен оказался, тоже себя лесорубом почувствовал. Опа, табуретка получилась. Нам тут сказали, что у нас пенёк мокрый, когда он высохнет, он развалится. Дело уже начало. Да и главное, когда будешь квартиру продавать, унеси табуретку, чтобы не позориться. О, поздравляю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok У нас все еще идут черновые работы. Объект выглядит как полная разруха. Сейчас покажу, что у нас было сделано. Мы доутеплили вот такую нашу концовочку. Не спрашивайте зачем, лишние вопросы не задавайте. Потолок, пол, стены. Все вывели в один уровень. Теперь у нас это все дело со стеной. Балка со стеной. Здесь со стеной. Здесь будет красивый откос. Тут у нас начинает вырисовываться нормальное отопление. Здесь тоже доутеплили с балкой. Все ровненько теперь. Там нужно было щель оставить. Потом узнаете, я уже оскомину набил. И еще один немаленький такой нюанс. Помните, да, что у нас огромные такие слои получились? Поэтому стена вроде бы помещалась между створок. Но когда все это оштукатурилось, она перестала помещаться сюда. Поэтому здесь, видите, сделали просто такое углубление. Либо здесь какой-то профиль встанет, либо просто вот так останется, как теневая такая штука. В принципе, смотрится нормально. Было бы в тысячу раз хуже, если бы за колхозе, либо бум, штукатурка бы в окно ушла. Ну, вот такие сдержки объекта. И, блин, это все вот просчитать невозможно. Потому что, ну, кто знал, что даже здесь, чтобы вывести 90 градусов углы, уже слои будут тоже такие приличные. Вот, а объект вот так вот как-то выглядит. Смотрите. Шлепки, рулетки, утеплители, сетки, гвозди. Смотрите. Это прикольно только первый раз, когда тебе нечего делать. Лет в 20, когда я первый объект делал, мне вот эти все проблемы были просто по приколу. И для всех тех, кто собирается делать сам ремонт и участвовать во всех процессах, я вам сейчас расскажу уровень проблем, которые вам придется решать каждый день. Потому что сейчас на этой YouTube стройке решаю их я. Та самая инсталляция, которую я купил в Леруа с черной кнопкой, помните? Поэтому ее и купил. Инсталляция должна стоять максимально близко к стене, что, в принципе, нормально для любого жевания близко. Зачем она здесь вот на метр вперед, да? Поэтому, чтобы ее поставить максимально близко к стене, подключение должно быть не нижнее у этой трубы, а боковое. А в комплекте у нас идет вот этот патрубок с вот этим странным каким-то углублением. Для нижнего подключения все нормально, но тут труба мешает. А если мы хотим сделать близко и подключить ее в бок, оп, мешает вот эта силовая конструкция. Либо ее спиливать, что совсем дебилизм. Либо с утра ездить по всем сантехническим магазинам и искать другой патрубок, да? Блин, ну горлышком без вот этой штуки. Вот такой вот, который спокойно сюда встанет. И, о, инсталляция подключится сбоку. О, 30 градусов с 8 утра, часов 4-5 надо по всем пробкам отстоять, по магазинам съездить. Привезти сантехником довольно всегда, который, ну чего же, мы тебя уже весь день ждем. Ну ладно, тогда завтра будем делать, не успеваем уже. И вот такие проблемы решать приходится каждый день, блин. А, ну вот проштробилась еще стена. И это те проблемы, которые возникают при идеальной слаженности, автоматизации всех процессов, в которых вопросов нет. Все выполняют свою работу, все ее делают идеально, получается суперское качество. Соответственно, если вы этим будете заниматься, на вас вяжет вообще огромный пласт проблем еще и по работам, по самим, что как делать, как делать, кому делать. И вот начинается стандартная строительная история. А знаете, самый прикол в чем? Порывшись глубоко-глубоко в коробке от инсталляции, нашлась такая маленькая железная финтифлюшка. Удлиняет всю эту конструкцию. И новый патрубок был не нужен. Друзья, если вы делаете ремонт или просто решили обновить свой интерьер, то наверняка задумывались, как на этом можно сэкономить, но при этом сделать качественно. Хочу порекомендовать вам сайт list.sale, на котором вы сможете сэкономить до 250 тысяч рублей. На покупки кухни, бытовой техники, мебели и многого другого для обустройства вашей квартиры или дома после ремонта. List – это распродажа выставочных образцов и уцененных товаров от крупных производителей и ритейлеров. Эти товары в единичном экземпляре. Новые или с незначительными дефектами. Складские остатки или выставочные образцы. Так, ну а теперь, друзья, самое интересное. Нам надо докомплектовать YouTube-проект на кухню. Так, Надь, смотри, вообще огонь. Вытяжка встроена в столешницу. Ты же помнишь, что они мега-дорогущие? Да, да. В итоге получается, у нас она стоила 149 900, а сейчас стоит 34 490. Faber Fabula итальянская, новая, без дефекта, полный комплект. У нас, конечно, немножко другая вытяжка предполагалась, но после того, как я увидел цену, я думаю, может быть, нам переиграть, потому что это реально очень крутая штука. Вот ближайшая вытяжка в одном магазине, 177 990, в другом от 126, а там 35 000. Новая. Поэтому подумаем все-таки взять, как мы планировали лету. Мойка, которая стоила 13 329, сейчас стоит 2 590. Тут новая, с незначительными дефектами, внешний вид, мелкие сколы по торцу. Комплектация как на фото. Ну, комплектация-то и не нужна. Вот смотри, мелкие царапки. Как ты думаешь, переживем мы со скидкой почти 11 000? Конечно. Там вообще их практически не видно. Я тоже думаю, переживем. Варочные панели, духовые шкафы. Первым делом всегда смотрю на лист. Идеальнейший вариант. Горение, индукция. 17 000 сейчас стоит. Либо еще варианты. Можно взять 13 890, тоже индукция, горение. Но выставочные образецы есть в царапке. Либо... Вот варочная панель Беко. 9 490. Тут царапка вот... Ой, вообще. Через 5 минут такая будет пользу. Да. А новая стоила 26 990. Ну, либо вообще-то недорогую взять. Вот 6 390 Новакс какой-то. Тут немножко какие-то, знаешь, такое ощущение, что какие-то потертости. Мне что-то кажется, что это вообще ототрется все. Все, сейчас что-нибудь закупим. Вам уже в следующей серии все это покажем. Друзья, на лист.сел вы сможете оформить доставку и сборку в любой город России. По промо-коду BLACK вы получите 250 бонусных баллов на первую покупку. Переходите на лист.сел по ссылке в описании. Мини-экскурсия по сделанной соте. Чудес инженерной мысли здесь никаких нет. Смысл было сделать все недорого и нормально. Ключевое слово нормально. Вот на отопление у нас сшитым полиэтиленом идет 2 трубы. Один ввод, второй обратка. Холодная горячая вода тоже ввод в квартиру сшитым полиэтиленом. Почему в красный? Потому что красный нормальный цвет. И для удешевления разводка по квартире у нас сделано полипропиленом. Ну и полипропиленовая, естественно, сливные трубы. В любом случае все сделано нормально. Тысячу раз лучше, чем у застройщика. Вот как мы делаем. У нас по умолчанию идет коллектор на холодную горячую воду. Естественно, сшитый полиэтилен. И зато в плату мы делаем коллектор на отопление с лучевой разводкой. Естественно, это лучшее решение. Самое надежное, самое классное. Мы его безумно любим. Но в рамках этого бюджета это сделать просто невозможно. Поэтому мы сделали не самое лучшее здесь, а просто нормально. Самое лучшее в ванбу ремонте идет. В общем, у нас идет отражатель из фольги и пеноплекс под стяжку. На потолке просто пеноплекс. Все это дело сейчас закатается в стяжку. Вообще возможные какие-то тепловые потери мы вот этим минимизировали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok